Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о второй главе книги пророка Эзекииля. Вторая глава по недоразумению, конечно, отделена от третьей. И слова этой главы перетекают самым непосредственным образом в то, о чем говорится в третьей главе. И сама вторая глава крохотная, всего лишь 10 стихов. Но, тем не менее, раз по случайности, без достаточных серьезных оснований в средние века разделили текст на главы именно так, Ну вот, мы последуем за этой традицией и поговорим о коротком тексте второй главы. Вторая глава ставит точку под описанием видения пророка Эзекииля, где ему дано было видение подобия славы Господней. И, увидев это, пророк пал на лицо свое и услышал голос говорящего, услышал глаз глаголющего. Во-первых, обратите внимание на то, что он говорит, я пал на лице свое, как Исаия до него говорит, горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами, глаза мои видели царя Господа Саваофа, так и многие другие, те, кто осознают присутствие Бога, присутствие, вот это сияние славы Господней, свет, исходящий от подножия престола Божьего, вот они падают ниц, потому что невозможно увидеть Бога и не умереть. Человек со всей его нечистотой, немощью и грехом не может смотреть на Бога. И, кстати, многие, кто рассказывают о видениях подобного рода, обращают внимание на присутствие ангела, например, какого-нибудь вестника, кто проводит через видение, потому что без того, кто скажет пророку, поднимись на лице твое, встань, посмотри на небо, без такого ангела-помощника невозможно по собственной инициативе, так сказать, да, поднять глаза на сияние славы Божьей. И вот Эзекииль слышит голос говорящего. Это ведь промежуток времени между 500 и 600 года до Рождества Христова, причем ориентировочно, да, 590-й, самое начало этого века, века, который в истории человечества может быть один из самых удивительных и непостижимых, ну, может быть, там чуть шире 100 лет, от середины VI до середины IV веков до Рождества Христова, то, что Ясперт в свое время предложил называть осевым временем, время формулирования смыслов, время формулирования нравственных законов во всем человечестве, во всем человечестве. Это время великих эллинских мудрецов и Конфуция, принца Гаутамы Будды и Лао Цзы, библейских пророков и политических движений западных стран, которые привели к освобождению от тирании, к пониманию того, что никакая тирания не может быть людьми терпима. множество, да, еще, конечно, самые разные, там, персидские религиозные течения, множество людей, которые все, в общем, слышат ответ на свои вопросы о том, что же такое человеческая жизнь, что такое путь жизни, путь правды и путь мудрости. В нюансах, а иногда в очень серьезных вещах, ответы могут быть разными, но при этом, понимаете, от пророка до Конфуция, от эллинских мудрецов до индийских мудрецов, все будут говорить о том, что не делай другому того, чего не хочешь себе. Все будут говорить о величии высшего начала, о едином, к постижению которого может устремиться человек. И выражение Езекииля глаз глаголющего у его младшего современника Исаии Вавилонского, чьи труды приходятся на вторую половину, на конец этого самого столетия. У него в начале его текста звучат слова «глаз выпиющего». Вот «глаз выпиющего» – небо, которое глаголит, говорит, как здесь у Езекииля или «выпиет», как у Исаии, о том, что необходимо людям понять, постичь, зачем необходимо последовать, чтобы это был путь жизни, а не путь смерти. Вот, то, что Израиль воспринимает как путь завета и путь заповедей. И вот этот глаз глаголющего – голос того, кто обращается к людям. Как мы услышим этот голос – это совсем другой вопрос. Но важно, что Бог обращается к людям, и эта весть от Бога доходит до слуха человеческого, в частности, до слуха Езекииля. И Бог говорит ему «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Обратим внимание, во-первых, на выражение «сын человеческий». Тот, кто внимает Богу и кому дается служение донести до своих современников то, что он от Бога услышит. «Сын человеческий» в данном случае своего рода рупор, которым Бог воспользовался для того, чтобы достучаться до нас с вами. Позднее это выражение авторам книги Даниила будет применено, вероятно, к той самой человекоподобной сияющей фигуре, как о которой Езекииль говорил в предыдущей главе, и в конце концов будет воспринято Господом Иисусом, который о себе чаще всего говорил именно этими словами «сын человеческий». «Встань на ноги твои, я буду говорить с тобою». Эти слова возводят происходящее событие в ранг таких основополагающих, важнейших, фундаментальных событий всей ветхозаветной истории. «Встань, и я буду говорить со мной, с тобою, отвечая мне», как потом еще тоже в книге Иова, таково призвание Авраама и призвание Моисея, заключение Синайского завета, и призвание Исаии, и вот это призвание Езекииля, «Встань, и я буду говорить с тобою». На самом деле, если бы мы могли вообще адекватно осмыслять происходящее, мы, конечно, должны были бы изумляться и восхищаться тому, что Бог желает говорить с человеком, тому, что Бог говорит так, что его можно услышать, хотя бы некоторые, хотя бы пророки, потому что этот диалог, он ничем не вынужден, он для Бога необязателен, но только потому, что такова воля Божья, вот он так захотел. «Встань, я буду говорить с тобой». И как выражается в таких случаях Езекииль, когда он говорил, «Дух вошел в меня и поставил меня на ноги свои, на ноги мои». Какая-то сила, которую он называет духом, подняла его над землей и привела в вертикальное положение, и поэтому он слышит голос говорящего. «И этот голос говорит Езекиилю, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня». Это уже само по себе великий знак милости, потому что они возмутились против Бога. И не зря эта книга пишется после Иеремии, у которого все сказано русским по-белому, о том, почему это предательство, почему это поклонение чужим богам, это измена Богу. Езекииль скорее имеет дело с осмыслением последствий этого греха. Вот они люди непокорные, те, кто отказались исполнить условия Синайского завета, заключенного с отцами их. Они и отцы их изменники предо мною до сего дня, они возмутились против меня. И вот эти люди с угрубелым лицом и жестоким сердцем, те, которые сами не способны понять и услышать Бога. Сами не способны. Потому и понадобился пророк, через которого Бог говорит с этими людьми, что огрубелые человеческие сердца Бога непосредственно услышать не смогут. Вот к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут? И вот это, собственно, одни из важнейших слов, не только второй, но и третьей, на самом деле, главы. Будут они слушать или не будут? Но пусть знают, что был пророк среди них. Таким образом, смотрите, пророк Иеремия в начале его служения Бог говорит, вот я поставил тебя среди народов губить и разорять, созидать и насаждать. И Иеремия должен губить, созидать, разорять, насаждать и добиваться тех или иных результатов. А Иезекиилю Бог говорит, пойди и скажи. И что из этого будет, что из этого получится, это не твоя ответственность. Будут они слушать или не будут? Таким образом, сам Бог оставляет слушателям пророка некоторую фундаментальную свободу услышать или не услышать, откликнуться или не откликнуться. Но эта свобода вместе с тем и возлагает, таким образом, на людей ответственность. Но пусть знают, что был пророк среди них. Союз, завет между Богом и людьми трещит по швам и расползается, и вот-вот рухнет. Но Бог посылает пророков, чтобы люди не могли его обвинить. Как экклезиас потом выразится, чтобы человек ничего не мог сказать после него. такое совершенно неудобоваримое в русских переводах выражение, смысл которого все-таки именно в том, что Бог делает со своей стороны все возможное, чтобы люди имели шанс обратиться, даже несмотря на то, что Бог знает, что мы не воспользуемся этим шансом по причине своих грехов. «Итак, пойди и скажи им мое слово, будут они слушать или не будут?» Ну, пусть знают, что был пророк среди них. То есть, по-видимому, предполагается вариант такой, что люди скажут, «Ну да, а мы не знали, в чем мы виноваты, нам никто ничего не объяснил, незнание закона освобождает от ответственности, ну, потому что это в человеческом праве не освобождает, ну, это подлый на самом деле принцип, а в отношениях с Богом такого уровня справедливости недостаточно». Поэтому вот, мы не знали, что, как, и у Бога теперь есть возможность сказать, «Я вас предупреждал, был пророк среди вас, пророк, который сказал вам, что к чему». И еще раз повторю, что Изекиилю не вменяется в ответственность добиваться результатов, добиваться. Понимаете, пророк не пропагандист. Перед ним нет плана религиозно-пропагандистских мероприятий с запроектированными результатами, сколько должно людей разразиться аплодисментами или там еще чего-нибудь. Пророк не пропагандист. Он возвещает, но не заставляет. И вот здесь в этой главе Бог поручает ему, говоря, «Сын человеческий, не бойся этих людей, ты будешь жить у скорпионов, они будут для тебя волчицами и терниями, они все будут против тебя, но не бойся их и не страшись лица их, и говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, потому что они упрямые». И для того, чтобы пророк мог возвещать это Слово Божье, оно дается ему в виде книжного свитка, в видении книжного свитка, и рука простирается к нему, видимо, рука ангела, и дает ему свиток, свиток папируса, скорее всего, ну, может быть, и пергамент, скорее всего, папируса, на котором написано со всех сторон плач, стон и горе. Этот свиток в данном случае снова, как в первой главе говорится, видение как бы подобия, или как бы подобие видения. некоторый очень приблизительный образ месседжа, вести, сообщения, которые Бог дает пророку, чтобы пророк им наполнился. Субтитры создавал DimaTorzok, в следующий раз, и субтитры создавал DimaTorzok, и субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...